Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова, и мы с вами на канале Дарвиновский музей дети. И я, как обычно, по традиции отвечаю на ваши вопросы или рассказываю о каких-то необычных живых существах. И сегодня я отвечу на вопрос, вернее на просьбу рассказать об эхолокации у летучих мышей. И я сегодня с вами не одна, рядом со мной такой вот потрясающий товарищ. Это летучая мышь, которая называется обыкновенный ушан. И сразу понятно, почему он ушан, потому что действительно у него совершенно выдающиеся уши. Но прежде чем мы с вами поговорим об эхолокации, давайте немножко вообще поговорим о рукокрылых. Отряд рукокрылых это довольно большой отряд, и в этот отряд входит около даже более чем 1400 видов. И по количеству видов этот отряд второй после отряда грызунов среди всех млекопитающих. То есть, если всего описано около 7000 млекопитающих, то 1400 из них это летучие мыши. Значит каждый пятый вид млекопитающих относится к отряду рукокрылые. Этот отряд с одной стороны очень легко узнаваем, с другой стороны он довольно разнообразен. Обитают рукокрылые повсеместно, за исключением Антарктиды, полярных областей, но и некоторых островов. У них есть такие характерные черты, которые сразу их выделяют и делают очень легко узнаваемым по сравнению со всеми другими млекопитающими. И конечно главная черта, которая их выделяет, это летательная перепонка. Рукокрылые это единственные млекопитающие, которые освоили активный полет. Да, есть млекопитающие, для которых свойственен планирующий полет, ну например летяга. Но планирующий полет это вовсе не то же самое, что активный полет, потому что рукокрылые летают примерно так же, как это делают птицы. Правда крыло у них устроено совсем иначе. Вот давайте посмотрим на нашего ушана, посмотрим как у него устроено крыло. Крыло включает в себя кости рук, причем, посмотрите, пальцы, все за исключением одного большого пальца, удлинены и вместе с предплечьем, плечем и задней конечностью они составляют каркас, на который натянута летательная перепонка. На всех пальцах, кроме одного большого пальца, отсутствуют коготки, то есть коготок есть только на большом пальчике. У многих летучих мышей есть также хвост и летательная перепонка захватывает в том числе и хвост, то есть она получается такая очень большая по своей площади. Летательная перепонка очень пластичная и поэтому летучим мышам свойственен очень маневренный полет, они способны повсячески разворачиваться во время полета, преодолевая различные препятствия. Что же касается задних конечностей, они тоже интересны, в отличие от других млекопитающих, они повернуты не вперед, а назад и на них есть пять пальчиков, на пальчиках этих есть когти и при помощи своих задних конечностей летучие мыши прикрепляются к какой-то присаде во время отдыха, то есть они цепляются или за какой-то уступ или за ветку для того, чтобы отдыхать и повисну вниз головой. Летательная перепонка это не только средство передвижения, это вообще очень удобная вещь, потому что например в холодную погоду летательной перепонкой можно воспользоваться как одеялом, завернувшись в нее и тогда станет теплее, ну а если погода жаркая, то например летательной перепонкой можно обмахиваться как веером для того, чтобы немножко охладиться. Ну и кроме того еще в жаркую погоду например крыланы облизывают свою летательную перепонку для того, чтобы с нее испарялась жидкость и соответственно чтобы охлаждение шло быстрее и так традиционно рукокрылых делят на два подотряда это крыланы этот подотряд включает всего-навсего одно семейство и летучие мыши этот отряд включает целых 17 семейств он очень разнообразен что касается крыланов как отличить от других рукокрылых у крыланов как правило вытянутая лицевая часть черепа поэтому их морда похожа на морду собаки или лисицы и часто очень у них и название соответствующие называют летучая собака летучая лисица хотя все это рукокрылые безусловно у них довольно большие глаза у некоторых крыланов очень неплохо развито зрение у них очень хорошо развито обоняние у них в отличие от нашего сегодняшнего героя тушана уши имеют простую форму и небольшой размер в основном крыланы фруктоядны некоторые из них питаются нектаром и пыльцой но для поиска пищи они в основном полагаются на зрение и на обоняние обоняние у них очень даже хорошие летучие мыши посмотрите на нашего клушан очень хорошо нам демонстрирует все основные пресники которые для этого подотряда свойственные у них наоборот очень маленькая короткая лицевая часть черепа у них бывают часто сложно устроенные уши у них бывает также довольно сложно устроенный нос имеющий какую-то очень необычную форму глазки маленькие и зрение не очень хорошее что и понятно потому что можно сказать про этих животных что они видят вовсе не глазами а ушами окружающих среду именно при помощи ушей ну а точнее при помощи их локации находится в добычу еще интересно что летучие мыши необычайно разнообразны в плане питания есть виды которые питаются также как и крыланы например нектаром есть виды которые питаются рыбой есть виды которые питаются кровью это всего три вида летучих мышей которые живут в южной америке называются они вампиры и кстати говоря в одном из наших видео мы не только немножко рассказали о летучих мышах вампирах но и даже показали череп с необычными зубами так что если вам любопытно то пожалуйста посмотрите это видео на нашем канале но большинство все-таки около 70 процентов летучих мышей питаются различными насекомыми и они в общем достаточно прожорливые и за одну ночь например летучая мышь способна съесть до 6000 насекомых то есть вообще эти существа очень полезно да потому что не всегда мы любим насекомых особенно тех которые кровососущие например комаров каких-то а летучие мыши с ними вот так вот прекрасно расправляются самая древняя летучая мышь была найдена в 2007 году в вайоминге ее возраст составляет около 52 миллионов лет а называется эта мышь онихоник терис это летучая мышь довольно примитивно но открытие это летучие мыши для ученых помогло решить следующий вопрос что же у мышей появилась раньше полета ли эхо локация это было не совсем понятно и вот именно у этой летучей мыши судя по ее остаткам которые были обнаружены становится совершенно очевидным что это мышь прекрасно летала то есть строение ее грудной клетки строение ее передних конечностей говорит о том что до этой мыши был характерен уже вполне такой хороший активный полет но при этом правда надо сказать что у нее сохранялись некоторые признаки наземных млекопитающих например у нее были довольно длинные задние конечности а на передних конечностях на всех пальцах сохранены когти но когда ученые изучили череп этой летучей мыши то выяснилось что по всей видимости для этой мыши не было характерно эхо локация то есть у тех животных которые используют эхо локацию у них очень хорошо развит органы слуха во внутреннем ухе есть такая структура которая называется улитка есть она и у нас она очень хорошо развита у тех летучих мышей которые используют эхо локацию и у них она очень крупная соответственно вот у этой летучей мыши они хоник терриса улитка была маленькая как у мышей которые не используют эхо локацию соответственно вот вопрос решилась это все таки полет появился раньше чем эхо локация интересно еще что не так давно в 2017 году ученые провели исследования эмбриологического развития крыланов мы знаем что у большинства крыланов отсутствует эхо локация по крайней мере такая эхо локация которая свойственно летучим мышам то есть горданная эхо локация создаванием при помощи горданий различных звуков вот и они изучили как развиваются эмбрионы крыланов и выяснили что когда эмбрион еще маленький совсем то есть начальных стадиях своего развития он имеет довольно большую улитку а затем по мере того как эмбрион развивается и растет его улитка уменьшается в размерах то есть изначально улитка большая потом становится маленькой и это привело ученых к такому выводу что скорее всего у предков всех современных летучих мышей была эхо локация но потом та ветвь которая привела к появлению крыланов эхо локацию вот такую способность удивительно совершенно утратила ну что уж давайте поговорим все таки о том что такое эхо локация эхо локация впервые была замечена замечательным итальянским ученым лацарос полонцани который проводил эксперименты и запускал летать в темной комнате сов и летучих мышей и если в комнате совсем не было никаких источников света то совы плохо справлялись задачей и постоянно натыкались на какие-либо предметы но это совершенно не происходило с летучими мышами они даже в кромешной темноте где совершенно не было никаких источников света прекрасно обходили все препятствия и тогда он предположил что скорее всего у них есть какой-то иной способ строить картину мира окружающего при которым зрение может не использоваться вовсе ну и дальше его последователи проводили самые различные эксперименты в том числе например заклеивали воском уши летучим мышам и в таком случае летучие мыши теряли способность к ориентации и тоже начинали натыкаться на различные препятствия в темной комнате то есть это окончательно ученых навело на мысль все происходило 18 веке окончательно навело на мысль что все-таки действительно эти животные используют слух для построения картины окружающего мира это для них действительно очень важно потому что зачастую летучие мыши активно в ночное время суток когда освещение недостаточно и когда их и так и без того не слишком хорошее зрение вообще становится неэффективным как их локация работает животное испускает ультразвуковые сигналы испускает эти сигналы при помощи гортани и эти сигналы могут испускаться через рот или через нос если животное испускает звуковые сигналы через нос то это очень заметно на облике летучей мыши потому что как раз в этом случае нос имеет какую-то очень необычную форму он имеет какие-то необычные такие выросты большие которые как раз позволяют направить звук в нужном направлении животное испускает ультразвук а затем прислушивается к их у которая возвращается к нему обратно от различных препятствий а также от возможной вероятной добычи какая частота сигналов издаваемых летучей мыши вообще летучие мыши способны издавать сигналы от 14 герц до 100 килогерц то есть до 100 тысяч герц такое достаточно большой диапазон наше ухо улавливает гораздо меньше диапазон звуков в частоте от 20 до 20 тысяч герц то есть мы конечно не можем слушать слышать те самые ультразвуки при помощи которых летучие мыши избегают препятствий и ищут свою добычу при этом эти сигналы они сдаются такими короткими очень импульсами эти импульсы могут составлять его навсего от одной сотой до пяти тысячных секунды то есть очень короткие и дальше внимательно прислушивается к эху которая обратно возвращается и соответственно мозг анализирует сигнал который возвращается эхом слуховое отверстие и таким образом животное получает можно сказать такую 3d картину окружающей среды который очень хорошо ориентируется причем интересно что летучие мыши могут использовать эхолокации даже в том случае если есть различные ультразвуковые помехи но представим себе например когда летит множество летучих мышей да все они издают ультразвуки но при этом они умудряются каким-то образом отсекать помехи и слышать именно свои звуки и именно на свои звуки а также эхо от этих звуков реагировать как это происходит не совсем еще понятно интенсивность звуков издаваемых летучими мышами тоже удивляет громкость звуков может достигать у некоторых видов 145 децибел по счастью наше ухо не слышит этих звуков потому что они не в нашем частотном диапазоне но если сравнивать со звуками которые нам доступны нашему уху то 120 децибел это очень очень громкий рок-концерт ну вот примерно так или отбойный молоток работающий рядом с вами то есть соответственно действительно сила звуков очень очень высокая но поскольку в основном летучие мыши охотиться на насекомых то неудивительно что и у насекомых вырабатываются свои средства защиты которые позволяют им избегать нападение летучих мышей вы наверное замечали что многие ночные бабочки они такие мохнатенькие пушистые оказывается это неспроста и в первую очередь конечно это защита от эхолокации летучих мышей дело в том что такая пушистая поверхность она гасит ультразвук и соответственно такие бабочки мохнатые они мало заметны для летучих мышей их труднее поймать мало того некоторые бабочки например бабочки семейства медведицы научились сами издавать ультразвуки и таким образом отпугивать от себя летучих мышей то есть получается такая своеобразная своеобразный поединок на ультразвуке до мышца своей стороны издает звуки с другой стороны бабочка издает ультразвуки таким образом нападение на бабочку не происходит у рукокрылых есть в их репертуаре и те звуки которые слышны нашему уху и они при помощи различных звуков и ультразвуков и обычных звуков которые доступны нашему уху безусловно общаются между собой и даже известно что некоторые виды способны петь довольно сложные песни в каких случаях они это делают они это делают например в случае ухаживания санца за самкой они поют можно сказать прям настоящие серенада своим дамам они используют песни когда например матери общается со своими детенышами тоже используют различные достаточно сложные песни песни используются для того чтобы выяснить статус животных если это какая-то колония например большая в которой много животных также например они используют песни для того чтобы обозначить свою территорию то есть звуки вообще играют в жизни летучих мышей конечно очень большую роль не только ультразвуки иные звуки в принципе вообще но и и в завершении а кстати вы не забыли подписаться наш канал пожалуйста не забудьте для нас это очень важно и ставьте лайки если видео вам нравится в завершении мне хотелось бы сказать несколько интересных фактов об этих удивительных созданиях вообще на самом деле у рукокрылых какая-то дурная слава многие их связывают с чем-то таким темным мрачным да но эти животные замечательные очень интересные и я думаю преподнесут нам еще не один приятный сюрприз и так зимой рукокрылые ну по крайней мере те которые живут в наших краях где зима достаточно сурово мигрируют примерно так же как это делают птицы причем интересно что при своих миграциях они используют магнитное поле земли то есть у них есть в том числе и подобная чувствительность но не все виды улетают некоторые виды находят какие-то укромные места но это может быть например дупло или чердак дома или еще какое-то такое закрытое место и там они впадают спячку во время спячки у них сильно снижается метаболизм их частота сердцебиений снижается примерно до 11 ударов в минуту падает температура тела кстати во время полета когда мышь летает активно у нее частота сердечных сокращений составляет более тысячи ударов в минуту вот представляете какая большая разница летучие мыши образуют самые большие скопления млекопитающих вообще в мире вот например в техасе есть такая пещера называется бракен там обитает колония летучих мышей которые называются бразильские складчатогубы и вот в этой колонии представьте только себе 20 миллионов особей это больше чем жители москвы представьте как не просто например самки которая полетела поохотиться потом вернувшись свою колонию найти своего детеныша да но тем не менее самка с такой задачей справляется и находит детеныша при колоссальной плотности особей внутри пещеры эта плотность достигает 500 детенышей представьте на квадратный метр площади даже себе страшно такое представить ну и не все летучие мыши такие прям социальные необычайно некоторые любят уединение есть мыши которые живут не группами живут поодиночке летучие мыши вампиры которых может тут немножко упоминали совершенно удивительное создание и хоть может быть кого-то название вампиры это что они питаются кровью пугают на самом деле у этих мышей есть очень интересные особенности например известно что эти мыши делятся со своими менее удачливыми сородичами пищей когда возвращаются напившись крови если вдруг кому-то из их сорочи не повезло то они отрыгивают часть полученной крови и кормят своих сородичей кроме того для этих летучих мышей характерна такая особенность они усыновляют детенышу в случае например гибели самки вот тоже говорит о том что не такие уж они страшны на лицо ужасные добрые внутри есть совершенно удивительные летучие мыши называются они белые листоносы живут они в гондурасе никарагуа и коста-рике и эти мыши потрясающие они похожи просто на какие-то плюшевые игрушки они напоминают такие белые плюшевые шарики при том что мех у них такого ярко чисто белого цвета у них очень яркие носа и уши они каротиноидами окрашены в ярко-желтый цвет что в этих мышах интереснее помимо их необычного внешнего вида эти мыши строят шалаши как они это делают они забираются под нижнюю поверхность больших листьев такого растения которое называется геликония и там они при помощи зубов надрезают боковые жилки листа чтобы лист сложился получается такой шалашик внутри которого можно прятаться и от хищников и прятаться например от дождя причем этих шалашиков и белых листоносов в лесу может быть довольно много и они периодически качают из одного шалашика в другой ночует все время в разных местах ну и немножко о грустном и веселым одновременно у них очень низкая репродуктивная способность они как правило рождают одного детеныша редко некоторые виды способны рождать двойню но в основном один детеныш и происходит это раз в год то есть способность репродуктивная невысока но она компенсируется тем что у летучих мышей довольно большая продолжительность жизни вот теперь хорошим среднем продолжительность жизни у летучих мышей составляет от 10 до 20 лет но есть и рекорды известная летучая мышь которая прожила 41 год вот такая вот мышь-долгожитель ну что ж друзья мои на этом пожалуй все не забывайте нам писать свои вопросы в комментариях и конечно приходить к нам музей у нас много всего интересного и мы всегда рады вас видеть всем хорошего дня пока